и так забрать 2019 ролик последыш вот такой персонаж получился кое-где проработал шлем узор не стал я делать сделал такие шишки немножко немножко проработал маску и вот что я еще сделал сейчас вам покажу значит сделал я полностью кольчугу здесь конечно я уже под надул очень большая проблема была спуститься до 196 тысяч полигонов почему потому что вся вот это вот сетка весело именно самое много насколько опустился это 400 так давайте я вам ее покажу наверное так дубликат и на дубликат я сейчас импортирую сетку которая 2 миллиона так сетка которая именно 2 миллиона полигонов сейчас немножко тяжеловато будет ну вот такая была сетка изначально уменьшить ее не получилось где-то до 800 тысяч и и уменьшил вот эту сетку ну а там дальше куда в анимацию она не идет пришлось кое-как химичить я ее уменьшил до 196 полигонов и потом попробую именно в блендер децимейтом еще чуть-чуть уменьшить мне в принципе по ходу придется и удалить в анимацию не знаю потянет она и не подтянет анимация так но это уже другой вопрос да и вот что произошло я ее взял и просто обрезал вот те места которые мне нужны я их оставил вот немножко у меня там кое-где полигоны удалились но не суть вопроса пусть как будто рваная будет потому что там еще рубаха за ней вот она рубаха я могу вот это все дело еще как бы в подтянуть таким образом да вот как бы сделать рваную вот так что тут у нас по получается control w одна полигруппа ну давайте поэкспериментируем да в принципе какой тут может быть эксперимент уже сколько их по переделал так давайте попробуем дай нам еще раз уменьшим и посмотрим что вообще получится вот как только делаем дай нам с увидев в какой хлам она превращается это 95 тысяч полигонов такая сетка в принципе ну зачем она нужна не конечно ее можно оставить сдалека она вроде как и будет давать вид что это кольчуга ну вот после такого вида и в другой переходить это уже интересно так это значит попробуем еще раз дай нам с где-то вот 300 поставим вот 114 тысяч полигонов но вот такая получается сетка здесь можно и конечно чуть-чуть еще где-то подтянуть где-то сделать как будто она рваная ну каким образом да вот эти части можно соединить вот так как бы наложить их друг на друга так вот эту часть можно еще как бы подтянуть сейчас под углом попробую здесь я может чуть-чуть выпустить ну как будто ну рваная чтобы там звенья отлетели и вот эту часть тоже чуть-чуть соединить вот эту но в принципе получается вот такая прикольная тоже штука с рваной вот этой кольчугой все это дело я не буду делать по отдельности поэтому не обращайте внимание что здесь где-то пустота где-то что-то не хватает я наверно вот это все сделаю на персонажи полностью объединю с персонажем ну получается но так еще пойдет куда пришло но такая штукенция здесь вот тоже нужно вот эти части чуть-чуть под поубрать потому что здесь выходит тоже доспех и здесь где-то его на вот так вот под натянуть вот такая штука получается в принципе ничего так смотрится пойдет конечно качество не то конечно что хотелось бы но для анимации нужно будет его понижать и понижать так вот такой персонаж что я хотел еще в этом ролике сделать давайте альфами поработаем узоры по нанесем кое-куда но да допустим на жиле тут и сделаем сюда вот эти вот узоры тут вот опять же в чем фишка 100 153 тысячи мне именно для анимации нужно чем меньше тем лучше да и повышать выше смысла нет мне вот эти вот доспехи можно конечно сделать ctrl z сделать ctrl d уже 626 тысяч зачем не столько про не но потом я могу сделать рмс вот такая штукенция получается здесь узор так куда еще можно узоры добавить ну давайте но вот эти колени н добавим идем колени тоже здесь на повышать а здесь 312 тысяч полигона здесь должно хватить вот такая штукенция получается можно прибавить интенсивности ну вот уже нормально пойдет узор и есть включим тогда жилет сделаем ctrl z и попробуем ctrl z на низких вот этих вот полигонах просто прибавим побольше вот этого интенсивности так она по-моему начала рвать ctrl z давайте сделаем еще дай нам с посмотрим сетку сетка вроде нормальная здесь интенсивность давать еще чуть чуть уменьшим ну в принципе пойдет пойдет сдалека все это будет раскраситься сгладиться будет смотреться нормально подгрузим еще какую-нибудь альфа чку так а что еще тут есть а есть альфа цветок о что я хотел я хотел на нарукавники н так где тут рукава вот они так рукава вообще надо тоже ctrl d ctrl d прибавлять опять полигонах чтобы вот этот цветок более-менее нормально смотрелся ну вот что-то так как-то о и один цветок сюда ну так вот цветами уже доспех украшен простая такая штука так вот что еще можно сделать мира нвл так вот это дело мира нвл вопрос еще в чем вот ремень и вот ремню я не хочу именно добавлять здесь бляху какую-то так давайте посмотрим вот ремень можно конечно ему тут добавить бляху опять же наверное из куба просто бляху и какой-нибудь узор на него нанести ну давайте попробуем делаем аппенд добавляем опять же куб н английская куб теперь все это дело делаем ctrl d добавляем дивайдов the lower и делаем дайна мэш вот такая штука и попробуем все это дело сплюснуть вот так искал вот сюда где-то его подставить и чуть-чуть перекрутить смотрится не смотрится здесь не знаю так так ставим мофт apology кисточку и вот так все это дело можно примять еще немножко скайл опускаем перекручиваем и делаем модифика полдже мира and well так ну чтоб не заморачиваться давайте все это шестом выгладим и нанесем тоже цветок на и вот вот получается вот что-то в таком духе ну ничего прикольный персонаж получился здесь можно еще конечно добавлять и добавлять всяких причиндалов под меч допустим ножны но это уже отдельно так вот еще косяки сразу нужно как-то это все дело подгадать найти увидеть рассмотреть так ну так как вот такие вещи тут вот такой внешний вид именно вот сзади теперь тут вот еще нужно кольчугу чуть-чуть убрать н английская выбрать кольчугу чуть-чуть ее в доспех убрать в доспех убрать а эту кольчугу чуть-чуть как бы вытащить на мира and well теперь н выбираем доспех и вот эту часть чуть-чуть под надуем о ну так как просто можно сделать вот такого персонажа да тут еще в чем вопрос нужно делить вот эти вот от обуви вот эти вот части саму вот эту деталь которая будет именно при анимации чтобы не гнулась вот здесь где колено если она будет здесь гнуться то вот эта часть будет растягиваться и вот этот цветок в принципе будет короче ужасно это будет все дело выглядеть так ну вот пока вот такой персонаж давайте его покрасим а потом уже будем где-то что-то корректировать где-то что-то добавлять где-то что-то разделять так что я хотел я хотел бы сейчас текстура добавить импорт льва которого я делал в начале и хочу вот эти цвета мне приколола вот эта расцветка я хочу ее взять именно вот на этого персонажа включен наши взят доспехи ставим кисточку стандарт выключаем делу так альфу тоже удаляем rgb зад и вот это все дело давайте покрасим шлиф z переключимся в белый цвет теперь прибавим еще интенсивности и вот это все вот таким вот образом так выбираем сначала вот этот коричневый цвет c так и полностью все закрашиваем им вот все все вот это полностью весь доспех теперь c выбираем вот этот зеленый ставим интенсивность поменьше прям поменьше и будем просто притенять вот эти части кисточку поменьше по внутренней части пройдемся где-то вот узор зацепим верхнюю эту часть пройдем где-то побольше где-то поменьше ну короче вот таким вот образом выключить вот 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 вы вот все вот 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 уже прикольно выбираем теперь коричневый цвет c и выбираем любовь вот этих н где нет вот они львы так внутри тоже красим выбираем зеленый цвет c ctrl z интенсивность теперь поменьше прям еще поменьше на и вот эти внутренние части пока проходим вот этим цветом вот так вот где рот так сохраняется здесь где глаза тоже shift z включим льва выберем зеленый цвет c и и вот так тут зеленым замутим внутренние вот эти вот выпуклости плачьи Продолжение следует... 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 вот этим коричневым немножко оттенем. Вот так вот. Ну и все в таком же духе. Вот эти металлические тоже. За хуйня ебать. Так находим зеленый цвет опять же. С. В зеленый Н. Находим вот эти вот закрылки и красим их полностью в зеленый цвет тоже. Теперь выбираем коричневый С и уменьшаем интенсивность. Так притеняем еще поменьше и вот эти вот части наверно вот эти вот коричневым прям пройдемся. Так. Н теперь переднюю вот эту часть тоже зеленый цвет. Так. Сильно зеленый. Так. Заднюю часть тоже вот эту красим. Коричневую Ц и будем на низкой интенсивности опять все это дело. Так. Не понял. Она что у меня отдельно что ли? Ага. Вот эта часть у меня отдельно. Закрашиваем и все повторяем по новой. Вот тащи. ну а теперь шмоткам вот этим надо добавить так сначала наверно вот эти вот сделаем мира and well цветы теперь веревки делаем тоже темными день тут находится так ремень давайте ремень так как и кем живу сделать так нет по моему этот цвет не подходит попробуем красным так 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 нет наверное моего а ну-ка яси черным а пусть он будет черный теперь ну давайте штаны так и рубаха будет черная тоже чуть-чуть отберем давайте белым и штаны тоже н штаны так ctrl z значит вот так как-то n рубаха что-то в таком духе и н значит доспехи доспехи будем делать тогда уже серыми или белыми так вот сероватыми чуть-чуть так нормально зеленый цвет опять же берем и н вот эти вот щитки полностью пусть будет зеленые а вот эти цветы мы оттянем вот этим коричневым так ну что то в таком духе ну а веревки наверно темно коричневыми сделаем так вот c и и и и и и и так нот руки будут вот это все будет тело этого уже так перчатки каким цветом сделать а пусть это будет тело именно руки сейчас я скачаю эту цветовые оттенки тел давайте подберем какой-нибудь оттенок так прибавим яркости shift z и поставим наверно вот этот красный c или вот этот лучше так еще нужно ему голову отсобачить и подставить сюда именно какого-нибудь персонажа вылепить вот нормально и какой еще сделать find them вот этот цвет выберем c смотрим как он будет смотреться на ногах так на шмотках слишком так не видно да надо чтобы он выделялся смотрим какой есть цвет у нас так н так и так он продолжает начали неплохо да и неплохо в принципе о чем нормально типа в китайском стиле такой а ну еще какой-то цвет попробуем сейчас это н и нужны шмотки и вот эти д так еще какая текстура есть импорт так вот это по моему текстурка подойдет так вот это точно подойдет контроль d shift z разворачиваем вот эту текстуру сейчас вот так не хреновасто давайте тогда не хочется чтобы он глаза эти резал эти все детали ну вот зеленый наверное возьмем тоже вот так вот теперь n выбираем что тут можно выбрать вот эту часть вроде нормально вот так вот Продолжение следует... 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 так теперь n выбираем вот эту часть и вот вы видите какой четкий вид становится от выделений так теперь эту часть выделим это задние до так и боковушки тоже а и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И получается перепад от трёх цветов. В принципе нормально. Теперь N покрасим бляху. Бляха будет у нас... Чёрти какую её сделать. Ну давайте какую-нибудь... Не знаю... А, ты пускай красная бляха. И вот эти тоже так красными сделаем. Н... Вот эти тоже делаем красные. Вот так вот. И зелёным цветом их просто притяним. Ну, чтоб не так яркие были здесь посередине в основном. Во! Ну и бляху тоже давайте так отразим. Так, теперь выбираем чёрный цвет. Кисточку ставим поменьше. И вот эти цветы здесь можно вот так вот хаотично помазать. А теперь C выбираем красный. И всё это дело... Притеняем. Вот цветок теперь виден. Ну ещё белого цвета давайте добавим. Во! И глаз не режет бляхой. Цвет прикольный такой, нежный. Ну, в принципе, вот такой получается персонаж. Вот теперь нужно голову вставить какого-нибудь человека. Как это всё будет работать, давайте посмотрим. Сейчас я это всё дело сохраню. Save us. Выберем сейчас маску N. Где она тут? Вот она. И ротации так вот. Шук. Так, и C. Маску теперь докрасим. Чтобы нормальная была. Тут маску ещё, конечно, тоже вычесть надо. Ну, потом займусь. Так. Ну, а может и так вот его и оставить. Без глаз, без носа вообще прикольный тип будет. Ну, подумаю ещё. Итак, BPR. Вот такой получился. Рыцарь. Рыцарь. Теперь ему нужен меч. Нужен меч. Нужен щит. Ну, и в принципе, всё. Итак, всем пока, до свидания. Я, когда-нибудь, может быть, завтра там сделаю, покажу, как делать меч. Нужен он, не нужен. Можно просто скачать. Можно просто скачать, вставить и попробовать анимацию. Тут единственный вопрос в чём. Как будет работать потом вот эти детали. Я хочу сделать, значит, шлем, вот эту часть отдельно, только лицевую голову объединить с задней частью. Потому что волоса у него, в принципе, не будет. А если будет, чёлка будет смазана. Потом, что ещё будет? Вот эта часть будет с руками целая. Потом сам доспех. Потом рубашка и кольчуга. Вот эти части тоже вместе с персонажем. Не знаю, это центральная и задняя, возможно, будут отдельные. Ну, и там уже по ходу разберёмся, посмотрим, как да что получится. Всё, всем пока.